Ситуация с доставкой грузов по Лене остается напряженной. В этом году Маловодная река преподнесла Снабдженсам неприятный сюрприз. Уровень воды снизился раньше обычного. Баржи загружают едва ли не наполовину. Но даже так суда буквально задевают дно. Как проходит нынешняя доставка грузов в компании «Алроса» и не повлияет ли Маловодье на работу предприятий? Из Ленска передает наш коллега Руслан Подкулин. В планы по доставке в этом году вмешалась погода. Лена обмелела раньше обычного. Глубина менее полутора метров. А большая часть судов на этом участке не может двигаться при уровне воды ниже метр двадцать. Поэтому снабженцы использовали схему доставки грузов, которая не раз выручала их в подобных ситуациях. Есть мелкосидящая часть флота, которая может работать с уровнями воды до одного метра. Мелкосидящий флот берет груз в Усть-Куте, спускается с этим грузом до установленного места, что сейчас находится в 160 километрах ниже поселка Киринск. Там производится перевалка грузов на крупнотоннажный флот, который уже по полной воде двигается дальше до Ленска. Это сокращает как в целом временные затраты, так, естественно, дает возможность больше груза вывозить из Усть-Кута. В управлении материально-технического снабжения хорошо помнят 2013 год. Тогда загруженные барши, двигаясь по лини, буквально ползли брюхом по дну реки. Гнулись финты, ломались рули и корпусы кораблей. В этом году «Волроса» решили не рисковать. Тем более, что и ситуация пока этого не требует. Нынешняя компания по доставке грузов напряженная, но от критической далека. Как признаются сами снабженцы, им постоянно приходится держать руку на пульсе ситуации и быть готовым к любым изменениям, которые может привнести в их работу природа. Поэтому здесь, в Управлении материально-технического снабжения, стараются использовать по максимуму буквально каждый день. Ведь летняя компания по доставке грузов длится всего лишь 150 дней. Гидрометеорологи прогнозируют, что со дня на день в верховьях Лены пройдут обильные дожди. Поэтому «Волроса» надеются, что со второй половины августа крупнотоннажные суда все-таки смогут дойти до Ускута и выйти оттуда на Ленск с полной загрузкой. Руслан Фадкулин, Алексей Меркулин, Михаил Сенаторов, телеканал «Алмазный край».